Здравствуйте! В эфире передача «Вопросы и ответы». Прошли новогодние праздники. Мусор в городе с контейнерных площадок убирался по-разному. Появились даже на этот счет жалобы. У нас в гостях заместитель директора муниципального предприятия «Автоспецтранс» Кускичев Владимир Геннадьевич. Здравствуйте, Владимир Геннадьевич. Здравствуйте! Дело в том, что на сайте регионального оператора ООО «Автоспецтранс» – вот видите, везде разная форма собственности, поэтому ваш ведущий даже путается. Региональный оператор «Автоспецтранс», который занят собственно организацией сбора мусора, занят проведением конкурсов, и вот там в адрес Петрозаводской администрации на этом сайте прямым текстом было сказано, что Петрозаводская администрация демонстрирует тенденциозность в вопросе выявления нарушений. Мол, только в адрес одного из операторов по городу говорится о ненадлежащей работе, а в адрес автоспецтранса, мол, ни слова. Есть, правда, в статье очень странные вещи, говорится про Новый год, а примеры приводятся про декабрьскую работу. Но давайте перейдем все-таки к нарушителям, может быть, нарушителям в кавычках. Владимир Геннадьевич, насколько вы себя считаете нарушителем в сборе мусора в новогодние праздники? В новогодние праздники, несмотря на то, что даже 3-4 числа на Старой Кубковке отсутствовала электроэнергия, срывов выхода автотранспорта у нас не было. Было организовано дежурство ответственных лиц с 31 по 8 января. Все контролировалось в реальном времени, так как наши транспортные средства оборудованы системой ГЛОНАСС. В реальном времени мы видели движение мусоровозов, и что мы и на данный момент осуществляем, но срывов графиков в празднике не было. Для понимания меня и телезрителей, вы говорите, не было электроэнергии. А каким образом электроэнергия района связана с вашей работой? Дело в том, что система ГЛОНАСС... Просто система ГЛОНАСС тут же вырубается, да? Да, да. Ну, понятно, понятно. Значит, у нас три предприятия в городе, которые работают по сбору мусоросконтейнерных площадок. ТКО, как вот профессионалы называют, твердые коммунальные отходы. Два предприятия – это предприятия с частной формой собственности, и одно непосредственно принадлежит городу МУП – автоспецтранс. И я так понимаю, что именно у вас работа посложнее, чем у других, потому что вам администрация города может директивно сказать, ну-ка вот выехали туда-то, ну-ка вот собрали там-то. То есть, ну, я как бы вот так, конечно, таким тоном с вами никто не разговаривает, но директивно разговаривать с вами могут. Вполне, конечно же. И почему мы сегодня эту тему считаем нужной для разговора? Потому что, как сказывается на предприятии, если региональный оператор увидит нарушение, и за это нарушение МУП – автоспецтранс заплатит штраф, представляете, сейчас назову сумму, 100 тысяч рублей. То есть, я насколько понимаю, стоит собрать мусор, приехать, собрать мусор в районе пары тысяч рублей, да? Совершенно верно, да. Две тысячи рублей стоит услуга. Эта бригада приезжает в количестве водителя, грузчика одного или двух, значит, она должна подъехать, должна там эти пять-шесть контейнеров загрузить в мусоровоз. Да, чтобы мусоровоз еще и подошел. А по сегодняшнему гололеду порой это даже проблематично. Проблематично, вот, так что даже вы, наверное, даже можете по своей системе глонасс видеть о том, что, ну, даже не подъехать, или, по крайней мере, сложно подъехать непосредственно к точке, и надо тащить контейнеры, а они, поскольку весят-то с мусором ваши контейнеры, вы, наверное… Приблизительно, если полное, около 700 килограммов весят контейнеры. 700? Да. Ах, без 300 килограмм тонна? Да, 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 но они же на колесиках. Нет, ну, все равно тонна, слушайте, это, скажем, легковая машина весом. Да. Примерно. Это вот нужно вот такую, этим двум грузчикам, тяжесть столкнуть, вписаться во временной промежуток, который по системе глонасс у вас показывает, что машина работает тут, и то, что она, хоп, и она там перестояла, это вот у вас тоже недопустимо. Я специально эти мелочи все говорю, что люди могут как бы с непониманием отнестись, а за что там 2000, господи, подъехали, выгрузили и все. Нет, это очень невероятно сложный процесс. Вот. И за эти 2000, если люди не собрали, организация муниципальная не собрала, ей предъява, извините, не совсем за корректное слово, 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. То есть, вот в принципе, вот эта статья пахнет тем, что вы должны будете в суде встретиться с региональным оператором и заплатить ему вот такую красивую сумму. Совершенно верно. Но пока на данный момент прецедентов по городу Петрозаводскому не было. Прецедентов выплаты штрафа? Да. Потому что вы умудрялись все мирным путем решать. Вы про это? Да. Вот. Хорошо. Ну, а все-таки, если тенденциозность, это к тому, что городская власть не хочет своих сдавать, и она все пики обращает в адрес частных компаний. Это это хотели сказать в статье? Нет, я, конечно, комментировать не буду работу других операторов по работе, но суть в том, что в 2019 году администрация объявила конкурс на проведение ликвидации несанкционированных свалок. И большое количество несанкционированных свалок было на территории Октябрьского, Первомайского проспекта. А это чьи территории? Это территория Актива-Про. А вы выиграли конкурс по сбору? Выиграли конкурс по ликвидации несанкционированных свалок. Эти несанкционированные свалки находились у контейнерных площадок. В тех районах, которые я сказал. То есть те районы, контейнерные площадки, которые не принадлежат вашему оперативному ведению. Да, да, да. Но если вы выиграли конкурс, вы обязаны были этот мусор убрать. Совершенно верно, да. Этот мусор мы убрали. Что вы и делаете, да? Да, да. А там какое временное сопровождение? То есть в течение какого времени вы должны убрать несанкционированную свалку? Конкурс, если мне память не изменяет, на три или четыре месяца. Но мы его выполнили до 30 ноября. Работы все были сданы. А скажите, а интересно, это работа убыточная, вот этот сбор несанкционированных свалок? Ну, скажем, наверное, так. Если пройдет еще три-четыре месяца, будут объявлены субботники. В субботниках мы вообще ничего не получим. А так заработали. А так заработали. Значит, еще раз объясним, что такое несанкционированная свалка. Не все знают, но большинство, я думаю, имеет представление, что рядом с их контейнерной площадкой лежат старые, отжившие свой срок автошины. лежит спил, там, кусты, ветки, деревья лежат рядом с контейнерной площадкой. Буквально там в двух-трех метрах. И люди, сбросив туда этот вот ссор, они считают, что они поступили культурно, цивилизованно, то есть все нормально. На самом деле, это нарушение законодательства. И оно даже, наверное, тоже имеет свои штрафы. Так, безусловно, только этим никто не занимается. Суть в том, что еще к веткам-то еще относятся строительные отходы. Строительные отходы. Да, это беда. Дело в том, что ТКО вывозится ежедневно, а вот эти отходы, операторы которых контракт на ТКО, имеют право не вывозить. Ну да, а вы уже обязаны, поскольку вы участвовали в конкурсе, и вы должны вывезти эти несанкционированные свалки. Ну, те адреса, которые прописаны, были в контракте, естественно, мы вывозили, да. Вот я не удивлюсь, что сидящий сейчас по ту сторону телевизора телезритель, скажем, удивится, неужели то, что я бросил колесо рядом с контейнерной площадкой, это является нарушением. Я не удивляюсь, что народ не знает, что он нарушает городские правила. Скажите, пожалуйста, а кто должен заниматься работой с населением и объяснять? Вот элементарная листовочка формата А5, повешенная там на доске, сейчас ведь очень все культурно, возле каждого подъезда, можно вот это повесить и объяснить, что уважаемые горожане, вот перечисленный там мусор не должен быть на контейнерной площадке. Ну и с каким-то хорошим, добрым текстом, давайте быть цивилизованными там. Люди же у нас сегодня слышат эти вещи. Да, действительно, на самом деле это так. В мае прошлого года администрация города Петрозаводска организовала прием отработанных покрышек на территории нашего предприятия. Новый Тегорском шоссе и всем физическим лицам можно привезти эти автопокрышки к нам на территорию с 9 до 18.00. Акция продолжается и в этом году, по большому счету, это только физические лица могут. И понятно, что населению это не значит, что можно привезти 100 покрышек. Никто же не хранит у тебя в гараже 100 покрышек, чтобы потом привезти к нам в контейнер. Хотя обращения есть и такие, что привезем на грузовой машине. Но это в основном там, где машиномонтажа. Владимир Ильич, вы отвечаете на вторую часть вопроса, куда это вывезти. На первую часть вы не ответили, кто не работает с населением. Ну, наверное, все несут за это ответственность, потому что контейнерные площадки находятся и на территориях управляющих компаний, которые тоже должны вести разъяснительную беседу, потому что в зоне ответственности чистота контейнерных площадок у них заключается. Они несут ответственность за то, как содержится контейнерные площадки. Я, признаться, ждал другого ответа. Можно я за вас скажу? А вы скажите, насколько корректно я... Вот я же держу перед собой текст на сайте регионального оператора. Если региональный оператор занят организацией сбора мусора, разве это не его работа? Ну, давайте уточним, региональный оператор по работе с твердокоммунальными отходами автопокрышки, строительный мусорспил, деревьев не относятся к данному виду отходов. Поэтому он не несет ответственности за это. Да, но он же предъявляет претензии по поводу вот этих несанкционированных свалок? Региональный оператор по этому поводу, по содержанию контейнерных площадок, он предъявляет требования к администрации Петрозаводского городского округа. А, он по поводу спила и покрышек ничего не говорит? Нет, он и говорит, что содержание, так как это не твердокоммунальные отходы, этим должна заниматься администрация. Значит, под содержанием имеется в виду наличие несанкционированной свалки рядом? Ну, вполне возможно. Слушайте, казуистика получается. Нет, несанкционированная свалка по твердокоммунальным отходам, ответственность несет региональный оператор. Он предъявляет требования к местным администрациям. Это мы не говорим сейчас про город Петрозаводск, также есть и Принешкир, но республика Карелия, предположим. Мы не берем несанкционированную свалку в Петрозаводском городском округе. Нашли в районе местной администрации, если это твердокоммунальные отходы. Я так понял, что вот эта статья относится исключительно по Петрозаводскому городскому округу. Ну, здесь да. Эта статья да. Потому что говорится, что администрация Петрозаводска тенденциозно относится, то есть как бы лояльно к своему оператору. Ну, хорошо. А скажите, вообще вот три оператора в городе работают. Вы находитесь в состоянии конкуренции или нет? На данном этапе нет. У каждого свой участок? У каждого. Город Петрозаводска на три части поделен по количеству отходов. Три равных части? Нет. Половину выводит ПМУПРА, спецназ, МУПРА. А, то есть вот вы работаете с половиной участков, и другая половина распределяется уже между... Ну, там тоже не поровно, там какое-то отношение есть, но по половине... То есть у вас неконкурентные взаимоотношения, а можно сказать больше, что у вас товарищеские взаимоотношения, что вы подставляете плечо друг к другу, если... Ведь складывается же, наверное, ситуация, когда надо там, ну, я не знаю, ваша Вольва вдруг сломалась и нужен... Ну, диалог. Идем с операторами, да. Они обращаются за помощью, мы обращаемся за помощью, идем навстречу друг другу. Да, бывают такие моменты. Ясно. Это хорошо. Для нас, наверное, плохо. Конкуренция нам нужна, потому что так все будет дешевле. Спасибо большое, Владимир Геннадьевич. Вопросы и ответы были в эфире. Повторюсь, в студии с нами работал заместитель директора муниципального предприятия автоспецтранс Кускичев Владимир Геннадьевич. Мы говорили по поводу уборки мусора, ну, вот, в новогодние праздники и вообще о правилах уборки мусора с контейнерных площадок. На этом сегодня все. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»